Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами будем разбирать седьмой модуль учебника Spotlight за седьмой класс. И перед тем, как мы начнем, вам предлагается ответить на несколько вопросов. Смотрите. Have you ever been to a theme park? What was it like? Вы когда-нибудь были в тематическом парке? Какой он был? What kind of holidays do you go on? На какие каникулы вы обычно ездите? И вам предлагается посмотреть на картинки и найти номера страниц для картинок 1, 3. Итак, ребята, картинка номер 1 у нас на страничке 66. Далее, ребята, картинка 2 у нас находится на страничке 68. И картинка, то есть, picture number 2 is on page 68. И картинка 3 у нас находится на страничке 73. So, picture number 3 is on page 73. Далее, ребята. Итак, вам нужно найти номера страниц для 1. A short article – короткая статья. Ребята, a short article is on page 71 на страничке 71. Далее, a CD review – обзор CD диска. Это is on page 70 на страничке 70. И a quiz – какая-то викторина – is on page 66 на страничке 66. Далее, ребята, рассказывается, о чем вы будете проходить в данном модуле. И сейчас мы с вами перейдем к модулю 7 непосредственно под буковкой A. Walk of fame – путь славы. Итак, how well do you know these stars? Как хорошо вы знаете этих звезд. Read the questions. Прочитайте вопросы. Who are they talking about? О ком они говорят? Ну, давайте попробуем. Итак, you have seen her face on the cover of a million magazines. Вы видели ее лицо на страницах миллионов журналов. Some say she is one of the most beautiful women in the world. Некоторые говорят, что она одна из самых красивых женщин в мире. She was born in Germany in 1970. Она была рождена в Германии в 1970 году. And has had one of the longest careers in modeling. И имела одну из самых долгих карьер в качестве… Ну, в модельном бизнесе в качестве модели. Так, ребята, посмотрим, нет ли у нас тут ответов. Ответов нет. Так, давайте я сначала читаю вопросы, потом прочитаю все ответы. Далее, ребята. Ну, это понятно, что первое – это Клаудио Шефер, ответ под буковкой «С». Второе. Он один из самых красивых мужчин в фильме. His blonde head, blue-eyed boy, is from England. This, да, этот блондин, голубоглазый, is from England. Далее. You may know him from his roles in Aviator and Cold Mountain. Вы можете знать его в ролях в таких фильмах, как «Авиатор» и «Холодная гора». И, ребята, понятно, что это Jude Law. Ответ под буковкой «А». Далее, ребята, третий. He is one of Russia's most successful athletes. Он один из самых успешных атлетов в России. He started skating when he was four. Он начал кататься на коньках, когда ему было четыре. One of his greatest achievements was winning Olympic gold in 2006. Одно из его самых великих достижений – это золото на Олимпийских играх 2006 года. И, ребята, опять же, это ответ «А» – Евгений Плющенко. Далее, ребята, четвертое. He is most certainly funnier than your average guy. Он наверняка более веселый, чем обычный юношин. He is a comedian, actor and a director. Он комик, актер и режиссер. In the films, meet the parents and Zoolander are in your DVD collection. You'll know who we are talking about. Если такие фильмы, как «Встречи с родителями» и «Zoolander» в одной из ваших DVD-коллекций, вы наверняка знаете, о ком идет речь. Далее, ребята, пятое. He is one of Russia's most talented performers. He won the BBC's singer of the world competition in 1989, and his career just keeps getting better and better. То есть, он один из самых талантливых представителей России. Он выиграл конкурс «Певец BBC» на мировых соревнованиях в 1989 году. Его карьера только улучшается и становится лучше и лучше. И, ребята, это ответ под буковкой «С». Это, конечно, Дмитрий Хворостовский. Итак, ребята, а теперь перейдем к первому заданию. Use the adjectives below to make true sentences about each person in the pictures. Используйте прилагательные ниже, чтобы составить правдивые предложения о каждом персонаже на картинках. Например, ребята, вы можете сказать, что Oprah Winfrey is a successful TV presenter. Давайте, то есть, Oprah Winfrey – это успешный, как бы, телеведущий. Далее, Ben Stiller is a clever comedian. Ben Stiller – это умный, clever, да, например, используем слово «комик». Или Стивен Спилберг is a great film director. Стивен Спилберг – великолепный режиссер. Jude Law is a handsome actor. Handsome, да, используем прилагательное. Jude Law – очень красивый актер. Клаудио Шифер – красивая модель. Модель – beautiful. И Дмитрий Хворостовский – талантливый оперный певец. То есть, ребята, смотрите, прилагательные. Beautiful – красивый. Красивая я. Handsome – красивая мужчина. Rich – богатый. Attractive – привлекательный. Famous – известный. Successful – успешный. Great – великий. Talented – талантливый. Smart – умный. Well-known – хорошо известный. Funny – веселый. Clever – умный. Опять же, и Intelligent – ну, тоже у нас обычно это умный. Далее, ребята, давайте с вами посмотрим на второе задание под буквой B. Name some famous people in your country. What are they famous for? Назовите каких-нибудь известных людей в вашей стране. Чем они известны? Ну, я не знаю, вы можете, например, сказать, что Алла Пугачева is a talented singer. Алла Пугачева – талантливая певица. Далее, ребята, задание под буквы 2. Ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно не забудьте подписаться на канал, чтобы не потеряться и поставьте колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. Итак, второе задание на чтение. Что вы знаете о звездах на картинках? Read and answer the questions in the quiz. То есть вы должны были бы прочитать вопросы и ответить на них в викторине, что мы с вами уже и сделали. Compare your answers with your partner. Сравнить ваши ответы с партнером. И под буковкой C, ребята, listen and check. Вы должны послушать и проверить. Итак, ребята, а теперь давайте перейдем с вами к заданию под номером 3. Итак, read the sentences. How do we form the comparative superlative forms of adjectives, adverbs? Find examples in the quiz. On page 66. Прочитайте предложение. Как мы формируем сравнительную превосходную степень прилагательных наречий? Найдите примеры в вашей викторине. Итак, ребята, первое. He is the tallest boy in the class. Он самый высокий мальчик в классе. Ребята, понятно, что это превосходная степень. Формируется с помощью окончания EST. И артикля the. Далее. It's the funniest film I have ever seen. Это самый веселый фильм, который я либо видел. То также превосходная степень и формируется также с помощью окончания и артикля the. Притом, смотрите, в слове funny мы Y меняем на I. По правилам образования сравнительной степени. Далее. She is more intelligent than him. Она более умная, чем он. То есть, ребята, more intelligent – это сравнительная степень, так как прилагательная у нас многосложная, формируется с помощью слова more. Далее. Четвертое. Jude Law is the most attractive man in the world. Jude Law – самый привлекательный мужчина в мире. Это превосходная степень и формируется она с помощью слова the most. Самый, так как прилагательная у нас многосложная. Далее. Betty is more beautiful than Eva. Betty более красивая, чем Ева. И тоже, ребята, прилагательные у нас многосложные, поэтому сравнительная степень в данном случае формируется с помощью слова more. Шестое. He learns quicker than her. Он учит быстрее, чем она. Quicker. То есть, учится quicker, прилагательная односложная, quick, быстрее, быстрее, формируется с равнительной степень с помощью окончания er. Седьмое. He spoke more quietly than him. Итак, он говорит более тихо, чем… Ну, точнее, тише, чем он. Да? Quietly – это наречие. Формируем с помощью слова more – сравнительную степень. И восьмое. She ran the fastest of all. Она бегает всех быстрее. И у нас превосходная степень формируется с помощью окончания est и артикля d. Далее, ребята, давайте с вами обратимся к правилам. Итак, we use not as plus adjective plus as to show that two people or things are not equal. Мы используем, значит, такую конструкцию как as плюс прилагательный плюс as, чтобы показать, что люди или вещи не равны. Равны или не равны. Да? То есть, например, Frank is as clever as Jim. Frank такой же умный, как Jim. То есть, они одинаково умные. Это равность – equal. Далее. Anna is not as rich as Bill. Она не такая богатая, как Билл. То есть, у Анны не столько много денег, как у Билла. She can't run as fast as Laura. Она не может бегать так быстро, как Лора. Также их бег не равен, да? Итак, ребята, а теперь мы с вами постепенно переходим к четвертому заданию. Compare as an example. Сравните, как в примере. Пример. A snail is not as fast as a rabbit. Улитка не такая быстрая, как rabbit, кролик. То есть, перед словом fast мы вставляем as и после слова fast мы вставляем as. Далее. Второе, ребята. Как скажем? Не забываем артикль a перед словом cd. A cd is not as expensive as a dvd. То есть, cd не такой дорогой, как dvd. Перед словами cd и dvd мы вставляем артикль a и говорим. А cd is not as expensive as a dvd. Третье. Джимми is not as funny as Mark. Также перед funny мы вставляем и после funny мы вставляем as. Сравниваем именно два предмета. Четвертое, ребята. Бен Стиллер is not as well known as Tom Cruise. Бен Стиллер не такой известный, как Том Круз. И, ребята, постепенно переходим к пятому заданию. Use the adverbs to compare yourself to your friend and the rest of the class. Используйте наречия, чтобы сравнить себя с вашим другом и с остальным классом. И мы должны используем, например, бегает так же быстро или не так же быстро. Run fast. Например, Alex runs faster than me. Да? То есть, Alex бегает быстрее, чем я. При этом к слову fast мы прибавляем к кончанию er, то есть er, так сказать. Или... Алекс runs as fast as me. Алекс бегает так же быстро, как я. Dance well. Танцует хорошо. Например, Лина танцует лучше, чем я. Well – это слово исключение. В сравнительной степени мы его меняем на слово better. Или Лина танцы... Извините. Итак, еще раз, ребята. Лина... Лина танцыз. As well as me. Да? Дан... Данс. Прибавляем к кончанию es, потому что после Лена это третье лицо, единственное число, обязательно требуется к кончанию es. Или так же, ребята, в первом примере было лучше. Лина танцыз better than me. То есть, опять же, к слову dance, надеюсь, я это произнесла в первый раз, мы прибавляем к кончанию es в любом случае. Далее. Speak loudly. Говорить громко. Так же вы можете сказать, что, например, Андрей speaks more loudly than me. Например, Андрей говорит более громко, чем я. Ride carefully. Ехать осторожно. Или, например, вы говорите, что Таня rides as careful as me. Или так же аккуратно, как я. Но в данном случае у нас есть слово carefully. Это наречие. Поэтому Таня rides as careful as me. As carefully as me. Таня едет так же аккуратно, как и я. Ребята, если слово не менять, то в первом случае можно сказать Таня rides more carefully than me. Более аккуратно, чем я. Итак, ребята, а теперь мы с вами переходим к заданию шестому. На аудирование. Поставьте прилагательные в скобках в правильную сравнительную превосходную степень. Решите, предложения являются правдой, неправдой или неправдой. Послушайте и проверьте. Famous Russian figure skaters. Известные русские фигуристы. Давайте попробуем. Итак, find out if you are a true fan with our quick quiz. Выясните ли? Выясните, являетесь ли вы настоящим фанатом нашим быстрым тестом. Итак, Слуцкая и Гордеева are two of the... Ребята, оставляем слово most. Most famous skaters in Russia. Слуцкая и Гордеева две самые популярные, известные фигуристки в России. То есть мы вставили слово most, и это является true, правдой. Второе. Ирина Слуцкая is younger than Екатерина Гордеева. Ирина Слуцкая младше, чем Екатерина Гордеева. Young, г, прибавляем окончание r, да, я буду так называть, то есть две буквы и а, r, и это является тоже true, правдой. Далее, Слуцкая is the most talented jumper of all female athletes. Слуцкая – самая талантливая прыгунья из всех женских атлетов. Итак, most, опять же, most слово вставляем. Далее, Гордеева and her husband won more Olympic medals than Irina. Гордеева и ее муж выиграли больше олимпийских медалей, чем Ирина. То есть мы вставляем слово more, и это тоже является правдой. True. И Гордеева started skating at a younger age than Irina. Гордеева начала заниматься фигурным катанием в более молодом возрасте, чем Ирина. Итак, мы, опять же, вставляем окончание r, да, и а две буквы, янг, г, и это и false. Это неправда. Итак, ребята, а теперь перейдем к седьмому заданию. Choose three people, characters, and make notes about their appearance and personality. Use your notes to discuss with your partner. Выберите три человека, каких-то характера, героя. Ой, нет, знаете, героя, characters, героя, ребята. И сделайте заметки о их внешности и личности, и используйте ваши заметки, чтобы обсудить с классом. Итак, ребята, ну, а что вы можете сказать? Например, вы можете сказать о каких-то персонажах Гарри Поттере, я не знаю, Гарри Поттер, Гермиона и так далее. А его друге Ронни, вы можете сказать, что... Например, Рон is older than Harry. Рон старше Гарри. А Harry is cleverer than Ron. Гарри более умный, чем Рон. Гермиона – самая красивая. Итак, ребята, и последнее задание, восьмое. Find information about famous people from your country. Make your own quiz. Use the one in exercise 2 as a model. Найдите информацию о известных людях в вашей стране. И сделайте свой собственный тест. Используйте, как пример, тест из упражнения второго. Ребята, обязательно не забудьте подписаться, не теряйтесь. В следующем году обязательно вам мои видео пригодятся еще больше. А мы с вами переходим к модулю седьмому заданию под буковкой B. Итак, ребята, задание первое. Match the films to their types. Which of these films have you seen? What type of films do you like watching? Соедините фильмы с их типами. Какие из этих фильмов вы видели? Какой вид фильмов вы любите смотреть? Итак, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Например, Titanic. Titanic is a romance. То есть романс – романтическая комедия. Далее. Lord of the Rings – властелин колец. Это у нас что, ребята? Это fantasy. Фантастика, извините. The Matrix Reloaded – матрица перезагрузка. Это science fiction, научная фантастика. Далее. То есть, смотрите, властелин колец – это fantasy, да? По-русски так мы и говорим – fantasy. А вот матрица – это science fiction, научная фантастика. Шрек. Шрек – это у нас animation. То есть, анимации, мультипликационный фильм. Brave Heart – храброе сердце. Это у нас adventure, приключенческое кино. The Sixth Sense – шестое чувство. Это thriller, триллер. И Home Alone – один дома. Это комедия. Комедия. Итак, ребята, а теперь перейдем к заданию второму. Match the reviews to the films. Соедините ревью и фильмы. И давайте посмотрим первое ревью. Итак, что это за фильм? The film is a romantic film, романтический фильм, directed by James Cameron and starring Kate Winslet and Leonardo DiCaprio. The film is about a rich girl and a poor boy who meet on the first and last voyage on a ship. Итак, значит, романтический фильм. Режиссер James Cameron. В нем снимались Kate Winslet и Leonardo DiCaprio. Фильм о богатой девушке и бедном мальчике, которые встречаются на их первом и последнем вояже, то есть путешествии по морю на корабле, да? It's a beautiful but sad film with amazing special effects. Don't miss it. Это красивый, но печальный фильм с восхитительными спецэффектами. Не пропустите его. Ребята, ну это у нас, конечно, Titanic. Второе, ребята. The film is a science fiction film directed by Andy and Larry Wachowski and starring Keanu Reeves. Значит, это фильм научная фантастика, режиссерами которой являются Andy и Larry Wachowski и в котором снимается Keanu Reeves. The film is about the fight between machines and humans in a strange world of dreams called the Matrix. Фильм о борьбе между машинами и людьми в странном мире, то есть в чужом мире снов, мечтаний, да, которые называются матрицем. It's full of suspense and action that will keep you glued to the screen. Итак, фильм, значит, он наполнен тревогой или по-другому ожиданием и действием, и что делает, что заставляет вас прилепиться к экрану. И, ребята, это же, конечно же, у нас the matrix reloaded, матрица перезагрузка. Итак, ребята, а теперь мы перейдем к третьему заданию на чтение. Read the first exchange of the dialogue. Прочитайте первые, обмен репликами в диалоге. Where are the people? Где люди? What are they doing? Что они делают? Listen, read and check. Послушайте, прочитайте и проверьте. Далее. Complete the sentences, then explain the words in bold. Дополните предложение и объясните слова, выделенные жирным шрифтом. Давайте, ребята, попробуем. Итак, и под Си будет задание act out the dialogue, разыграйте диалог. Ребята, между тем, пожалуйста, обязательно не забудьте подписаться, не теряйтесь и поставьте обязательно лайки, если мое видео вам помогло. Итак, Тони и Эдам. Hi, Эдам. I found a great film for us. Привет, Эдам. Я нашел великолепный фильм для нас. About time we've been here for hours. Which one? То есть, как раз вовремя, мы здесь уже часами. Какой? Mr. Doubtfire with Robin Williams. Понятно, да? Значит, Mr. Doubtfire с Робином Вильямсом. That's the funnest movie ever, but I saw it last weekend. Sorry. Это самое веселое кино когда-либо, но я видел его на прошлой неделе. Извини. Oh, no. Any other suggestions then? Oh, нет. Тогда другие предложения. Hmm. Let's see. Давай посмотрим. How about the sixth sense? Как насчет шестого чувства? It's the creepiest thriller, if all the time, according to the critics. Это самый страшный триллер всех времен, согласно критикам. I don't like thrillers. Мне не нравятся триллеры. I'd prefer something with more action. Я предпочитаю что-то с большим количеством действий. Well, do you fancy a fantasy film like The Lord of the Rings? А тебе нравится в фэнтези, как, например, Властелин колец? They say it's got the most stunning action scenes ever. Говорят, что там самые восхитительные, захватывающие сцены когда-либо. Okay, that sounds good. Okay, звучит прекрасно. Итак, ребята, ну а теперь давайте дополним с вами предложение. Mr. Doubtfire is a... Mr. Doubtfire – это комедия, comedy. The sixth sense is a... Шестое чувство – это thriller, триллер. Adam and Tony decide to rent Adam and Tony. И Тони решают взять в аренду Lord of the Rings – Властелин колец. Итак, ребята, а теперь мы с вами переходим к заданию четвертому. А, нет, извините, ребята, мы должны еще с вами объяснить слова, выделенные жирным шрифтом. Давайте к ним вернемся. Так, значит, первое – creepiest – это жуткий, страшный something that... Что-то that makes you feel frightened, что вас пугает. According to, ребята, according to – это согласный чему-то. Далее, action – это динамические сцены. Dynamic expect, да? Далее, do you fancy? Ты хочешь? Would you like to, да? Stunning – это amazing, восхитительный, захватывающий. И since – это parts of the film. Сцены, да? То есть части фильма. Итак, ребята, ну а теперь мы с вами потихоньку переходим к четвертому заданию. Read the box. Прочитайте коробочку. You are in a DVD store. Вы в магазине DVD. Pick some films and act out similar exchanges with your partner. Выберите какой-то фильм и разыграйте похожие сценки, как бы, со своим партнером. Например, would you like? Ты хотел бы. Do you fancy? Тоже ты хотел бы. How about? Как насчет чего-то? Ответ. I love, I like, I enjoy, мне нравится, я наслаждаюсь как чем-то. I don't mind, мне не против, я не против. I quite like, but I prefer. Мне достаточно это нравится, но я предпочитаю что-то другое. That's a great idea. Отличная идея. Или отрицание. I don't really like, мне на самом деле это не нравится. I'm not a big fan of, я небольшой фанат чего-то. I hate, I can't stand. Я ненавижу и не могу терпеть. И пример маленького диалога. Would you like to watch Titanic tonight? Хочешь посмотреть Титаник сегодня вечером? I don't really like romantic films. How about the mask? Мне на самом деле не нравятся романтические фильмы. Как насчет mask? That's a great idea. Это хорошая идея. Или, ребята, например, вы можете сказать Do... Вот, ребята, тоже выбирайте любое выражение. Ну, пусть будет would you like тоже. Would you like to watch Shrek? Ты хочешь посмотреть Шрека, например? Кто-то отвечает. Ваш партнер. I'm not a fan of animation. Я не фанат анимации. How about Superman Returns? Как насчет возвращения супермена? И ответ. That's a great idea. Это отличная идея. Так, ребята, теперь мы с вами обратимся к грамматике. В данном случае разбирается время Present Simperfect, Present Perfect и время Past Simple. И время, прошедшее Past Simple. Они очень похожи. Давайте прочитаем правила. Read the rules. Find examples of each tense in the dialogue. Прочитайте правила. Найдите примеры каждого времени в диалоге. Итак, ребята. We use the Past Simple to talk about actions that took place in the past. Time expressions used with Past Simple arm. Итак, мы используем время Past Simple, чтобы сказать о действиях, которые происходили в прошлом. Временные выражения, которые используются в Past Simple, ребята, это очень важно, это вот эти слова, если вы их видите, это явно Past Simple. Например, ago, yesterday, last Sunday, last week. Основное здесь имеется в виду слово last. Там назад, вчера, прошлое воскресенье, на прошлой неделе. Также можно сказать last month, last year, в прошлом месяце, в прошлом году. The other day, то есть какой-то другой день. Или, например, дата 1990. И пример. He moved here in 1990. Он сюда переехал в 1990 году. Далее, ребята. Обязательно обратите внимание на слова, которые используются с данным временем. We use the Present Perfect to talk about our experiences and actions that started in the past and have continued after the present. То есть мы говорим, мы используем Present Perfect, чтобы рассказать о нашем опыте или действиях, которые начались в прошлом и продолжались по настоящий момент. Time expressions used with the present perfect are. С Present Perfect используются такие выражения времени, как ever, never, always, когда-либо, никогда, всегда, twice, дважды. Yet переводится как еще или уже. Already, уже. Just, только что. Since, с какого-то момента. For, в течение какого-то момента. И, например. I have had this bike since 1990. У меня этот велосипед с 1990 года. То есть, ребята, вы его приобрели в том году, в 1990, и он у вас до сих пор и есть. То есть важно тут, что он до сих пор и есть. Да? То есть, когда мы видим since, оно перекрывает дату. То есть, since – это показатель явный Present Perfect. Окей. Ребята, задание шестое. Так. Put the verbs in brackets into the correct tense. Поставьте глаголы в скобках в правильное время. И пример. Значит, не пример, а первое. We hired a DVD last night. Мы взяли в аренду DVD в прошлой ночи. Видите, у нас есть слово last. Оно указывает на время past simple. Поэтому hired употребляем с окончанием id. То есть добавляем букву d. Простое прошедшее время. Далее. Ребята, во втором предложении у нас есть слово ever, которое указывает на время present perfect. Да? Тогда вопрос мы будем задавать, начиная со слова have. Так как по правилам present perfect вопрос задается, начиная со слова have. И глагол watch мы поставим в третью форму. Так как это правильный глагол, мы к нему прибавляем только окончание id. Итак. Have you ever watched? Watched с окончанием thriller. Ты когда-нибудь смотрел триллер? Так. Все достаточно просто, если во всем разобраться. Четвертое. Ребята, опять же, у нас есть слово yet. Оно указывает на present perfect. Поэтому мы говорим. Отрицательная форма present perfect. Они еще не закончили делать кино. have, not и finished глагол в третьей форме с окончанием id. Так как finish – это глагол правильный, ему прибавляем просто окончание id. Далее, ребята. В четвертом предложении есть слово already. Оно также указывает на время present perfect. В данном случае это просто положительное предложение. We have seen that film twice already. Мы видели этот фильм уже дважды. Мы вставляем have и глагол see в третьей форме, что будет seen. На конце прибавляем букву n, так как это глагол неправильный, его мы просто запоминаем. И четвертое, пятое, ребята, предложение. У нас слово есть yesterday, которое указывает на past simple, на время past simple. И мы просто глагол start вставим в прошедшее время, то есть прибавляем окончание id, так как это глагол правильный. He started reading the Lord of the Rings again yesterday. Он начал читать выстелен колец снова вчера. Итак, ребята, седьмое задание. Вставить for или since. Давайте попробуем. He has been an actor for 20 years. Он актер уже в течение 20 лет. И, конечно же, вставляем слово for в течение. Второе. She has known him since 1996. Она знает его с 1966 года. Вставляем, конечно же, since. Третье. Brian has lived in Oslo since he was a child. Брайан живет в Осло с тех пор, как он. Ну, с детства, да? То есть вставляем since. Четвертое, ребята. They have worked in the film industry for 50 years. Они работают в индустрии кино в течение 50 лет. Пятое. She has been upset since last night. Она расстроена с прошлой ночью. Итак, ребята, а теперь мы переходим с вами постепенно к восьмому заданию. Write a list of course you have to do today. Swap papers. Ask each other questions to find out about your partner. Напишите список обязанностей, которые вам нужно сделать сегодня. Обменяйтесь бумагами. Задайте вопросы, чтобы выяснить у своего партнера. Например. Ну, то есть вы говорите, что вам нужно сделать покупки, да? И кто-то спрашивает. Have you done the shopping? Ты уже сделал покупки? No. Not yet. Еще нет. Или. Yes, I've already done it. Да, я уже это сделал. Ну, или, например, ребята. Wash the dishes. Помыть посуду. Have you washed? Не забывайте, что washed должно быть в третьей форме, да? Так как это present perfect время. Тут употребляется глагол в третьей форме. Have you washed the dishes? То есть к слову wash прибавляемо к кончанию иди, так как это глагол правильный. И вы говорите. Not yet. Еще нет. Еще нет. Или. Have you done your homework? Ты сделал домашнюю работу? Yes, I've already done it. Да, я ее уже сделал. Так, ребята, и давайте перейдем с вами к девятому упражнению фразовый глагол turn. Complete the sentences with correct phrasal verb. Заполните предложение правильным фразовым глаголом. Итак, смотрите, когда мы говорим turn и прибавляем предлог inter, это turn inter превратиться во что-то, измениться. Когда мы говорим turn и прибавляем предлог off, это make a device, stop working, switch off, turn off, то есть выключить, сделать так, чтобы прибор прекратил работать. Turn in, это идти спать, go to bed, и turn on, make a device, start working, switch on, то есть сделать так, чтобы прибор начал работать, включить. Ну, и примеры, то есть примеры предложений. I'm very tired, I think I'll turn in. Я очень устал, я думаю, я пойду спать. I'll turn in, я пойду спать. Далее. Turn off the lights when you leave, please. Off, да, вставляем предлог off. Turn off, выключишь свет, когда ты идешь, пожалуйста. Итак, ребята, in Shrek Fiona turns into an auger at midnight. В Шреке Фиона превращается в, по-моему, великан-людоеда, в кого она там превращалась, в людоеда, или в людоеда, да, ночью, то есть в полночь. Итак, please turn on the radio, I want to hear the news. Пожалуйста, включи радио, turn on, да, я хочу услышать новости. И, ребята, последнее задание в седьмом модуле под буковкой B, портфолио. Writing a film review. Пишем ревью на фильм. Think of a film you have seen recently. Подумайте о фильме, который вы посмотрели недавно. Answer the questions, then write a short film review of it. Ответьте на вопросы и затем напишите краткое ревью фильма. Далее. Use the text in exercise 2 as a model. Используйте текст в упражнении втором в качестве модели. И вы должны написать 30-40 слов. Например, What is the name, type of the film? Имя, вид фильма. Who directed it? Кто его режиссер? Who stars in it? Кто звезды в нем? What is the film about? О чем фильм? What do you think of the film? Что вы думаете об этом фильме? Например, вы можете сказать, что Бриджит Джонс' Дайри, дневник Бриджит Джонс, например, Is a romantic comedy, романтическая комедия. Who directed it? Кто режиссер? It is directed by... Ребята, посмотрите, да? Все будут о разных фильмах писать. Напишите кем. It is directed by, например. Who stars in it? Кто играет в нем? Например, Ренезель Вегер играет в этом фильме. What is the film about? A film is about a girl who wants to find her love. Да? Фильм о девушке, которая хочет найти свою любовь. What do you think of the film? Что вы думаете о фильме? I think it's a really great and funny movie. Да, я думаю, это великолепное и смешное кино. Ребята, обязательно не забудьте подписаться, а мы с вами переходим к модулю седьмому под буковкой си. И мы с вами в данном модуле поговорим о музыке. Итак, задание первое. Listen to the extracts and match them to the types, genres of music. Which is your favorite type? Послушайте какие-то маленькие отрывки и соедините их с жанрами музыки. Какой ваш любимый жанр? Ребята, под буковкой A это будет… Да, давайте, значит, я начну так. Rock – это вы услышите с шестым. A – это сикс, A – это шесть. Далее, поп – популярную музыку, да, вы услышите под третьим номером, то есть B – это три. Jazz – под буковкой си, вы услышите под седьмым номером, си – это седьмой. Далее, классическую музыку, D, вы услышите под пятым номером. Rap – вы услышите под вторым номером, буковка I – это два. Funk – вы услышите под восьмым номером, F – это восемь. Soul – вы услышите под четвертым, G – это четвертая, Soul, да, и H – heavy metal, тяжелый металл, ну, heavy metal, да, так мы его и называем, вы услышите под первым номером. Ребята, ну, я думаю, вы сами это легко определите. Итак, ребята, а теперь перейдем ко второму заданию. Underline the words, phrases, that refer only to music. Черкните слова и фразы, которые относятся только к музыке. Итак, сыне – певец к музыке. Скрипт – сюжет, сценарий. Это нет, это не берем. Далее, acting – игра. Это точнее, это тоже не к музыке. В данном случае только сыне. Далее, сыне. Далее, обязательно, плод – сюжет, sound effects – звуковые эффекты, тоже к кино можно отнести. Выбираем сцены, lyrics – лирику. Далее, music charts – музыкальные чарты. Далее, каст, актерский состав. Рол – это роль, special effects – это нет, тоже. Вот, далее, songwriter. То есть, кто написал песню. Далее, variety of plot, разнообразие сюжетов – это нет. Top 5, топ 5 – это, ну, наверное, тоже можно отнести к музыке, да, когда идет какой-то музыкальный чарт. Далее, musical instruments. Музыкальные инструменты. Обязательно, да, берем. Далее, catchy tunes. Ну, то есть, мелодия, которая запоминается. Popular single, популярный сингл тоже. Powerful voice – сильный голос. И latest album – последний альбом. Это тоже можно отнести к музыке. Далее, ребята, задание под буковкой B. Use the underlying words to make sentences about your tastes in music. Используйте подчеркнутые слова, чтобы составить предложение о вашем вкусе в музыке. Вы можете, например, сказать I love pop music. Я люблю популярную музыку. It always has catchy tunes. У ней всегда легко запоминаются слова. Или мелодия. Мелодия. Хорошо, ребята. А теперь мы перейдем с вами к заданию под буковкой. Под цифрой 3. Ребята, между тем, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить и не потеряться в следующем году. Восьмой класс. Это будет реально сложно. Итак. Look at the text. Is it a CD cover? A review of CD? The lyrics to a song. Посмотрите на текст. Что это? Обложка для CD. Review CD диска. Какой-то обзор на него. Или стихи к песне. Ребята, это a review of a CD. Review CD. Далее. Read the text and complete the fact file. Прочитайте текст и заполните fact file. Every Levin. Every Levin. Let go is a new album by the young Canadian rock star, Every Levin. Итак, Let go – это новый альбом. Название альбомов, песен, каких-то организаций часто не переводится, но, конечно, для русской аудитории их часто и переводят, да? Итак, значит, это новый альбом молодой канадской рок-звезды Every Levin. She is already very well known in the USA and Canada, and it is easy to see why. Она уже хорошо известна, очень хорошо известна в США и Канаде, и легко понять почему. This talented singer and the songwriter inspires scenes all around the world with her great voice, powerful music, and exciting lyrics. Это талантливая певица. Далее. Автор слов вдохновляет подростков по всему миру ее великолепным голосом, сильной музыкой и вдохновляющими стихами, лирикой, да? Ну, стихи к музыке. She is sure to be around for a long time. Она точно будет, ну, как бы на плаву долгое время будет, ее будут слушать. Далее. The most famous song for the album so far is complicated. A genuine song about life. Итак, самая известная песня из альбома к тому времени – это complicated. Complicated – это когда сложно все что-то, да? То есть правдивая песня о жизни. Ну, изначальная, как бы, песня о жизни. It was in the music charts for four months and reached the top five. Она была в музыкальных чартах четыре месяца и достигла топ-5. Альбом фантастичный и полон напоминающихся мелодий. Listen out for more from this bright young star. Послушайте еще больше этой яркой молодой звезды. She will rock your world. Она вас раскачает. Ребята. Так. И какой факт-файл? Значит, рейтинг мы должны с вами заполнить факт-файл. Значит, жанр мы пишем рок. Best single – лучший сингл – это complicated. В чартах for four months – четыре месяца и рейтинг – рейтинг – рейтинг топ-5, топ-5. Итак, ребята, перейдем к четвертому заданию. What adjectives does the critic use to describe? Какие прилагательные критики используют, чтобы описать? The singer – певца. Какой он может быть? Young, молодой, well-known, хорошо известный, talented, талантливый, bright, яркий. Далее. The singer's voice – голос певца. Какой? Great, великолепный. The singer's music – да? Это все из текста, ребята. Музыка. Певца – powerful, сильная. The lyrics – стихи. Exciting, захватывающие. Так. The song – песня. Famous, genuine. И the album – альбом. Он у нас какой? Fantastic, new и catchy. Далее. What are the synonyms and opposites of these adjectives? Make sentences with them. Какие противоположные слова этим прилагательным? Сделайте с ними предложение. Итак, ребята. Young, молодой – это old. Старый – well-known или famous, хорошо известный. Unknown, неизвестный. Talented – талантливый. Untalented. Bright. Ordinary – яркий. Ординарный, обычный. Great – excellent. Великолепный – awful. Ужасный – powerful. Сильный – weak. Слабый. Exciting. Захватывающий. Boring – скучный. Famous. Тоже not known, неизвестный. Unknown. Genuine. Authentic. То есть настоящий, правдивый. Fake – неправдивый. То есть фейковый. Fantastic – terrible. Фантастично – ужасный. Catchy – forgettable. То есть catch – это когда хорошо запоминается. Forgettable – это неизбываемый. New – новый. Это, конечно же, old. Старый. Итак, ребята, а мы с вами переходим к заданию пятому слову образования. Study the table. Выучите табличку. From adjectives ending in full or less. From the nouns 1, 5. Ну, сформируйте прилагательные с суффиксами full или less от существительных под цифрками 1-5. Check in your dictionaries. Проверьте в словаре. You the adjectives in sentences of your own. Используйте прилагательные в ваших собственных предложениях. Итак, ребята, смотрите. Значит, мы, если существительные берем и прибавляем к ним суффикс full, тогда это качество, которым обладает человек или вещь. Например, helpful advice – совет. Он какой? Helpful. Который вам поможет. Когда мы берем существительные и прибавляем к ним суффикс less, это качество человека или вещи, которым не обладает. Например, useless – бесполезный. Use – это польза. Useless – бесполезный. Useless – бесполезная речь. Success – успех. Success – full. Успешный. Прибавляем суффикс. Full – care. Careful – аккуратный, заботливый. Или careless – беззаботный, неаккуратный. Thoughtful – тоже заботливый. Далее – speech – speechless – без или. То есть не обладает, например, речью какой-то. И beautiful – beauty. Красота – beautiful. Красивый. И, ребята, задание шестое. Ребята, обязательно не забудьте подписаться, чтобы не потеряться. И последнее шестое задание. И, ребята, я вам сразу скажу, что ко всем прилагательным, вот, например, success, да, success – false. Да, вот к прилагательному thought, да, thought – full, thought – less, можно сказать, да, добавить суффикс и full, и less. Care – full, care – less, тоже можно добавить два суффикса. Хорошо. Итак, ребята, шестое задание. Think of your favorite CD. Подумайте о своем любимом CD. Complete a fact file like the one in exercise 3B. Заполните такой же fact file, как в упражнении 3B. Then write a review of it. Напишите review. Use the review in exercise 3 as a model. Используйте review в упражнении третьем, как модель. Должно у вас быть 40-60 слов. Ребята, вы берете любой альбом и говорите, что это, вот этот альбом is the new album, новый альбом, from the band, от группы, которая, и дальше название группы. Is the new album from the band, и название группы. Далее. Например. Или можете даже название, from the cine, название певца. Далее. Ну, не знаю, например, Дима Билан. Дима Билан is a popular pop cine in Russia. Популярный поп-певец в России. Или famous pop cine in Russia. Is a famous pop cine in Russia. Популярный поп-певец в России. Известный. Далее. His best known song is. Его там самая известная песня такая-то, такая-то. He is, например, his songs, или this song, эта песня. This song has a catchy tune. У этой песни очень запоминающийся мотив. Дима Билан is sure to be around for a long time. Он наверняка будет на сцене долгое время. И далее. Listen out for this great cine. Или там, this great album. Послушайте этого певца известного. You love it. Вам понравится. Ребята, это все, что касается буквки С. И мы с вами переходим к калче-корне. Встретимся в следующем видео. Переходите на следующее видео. И не забудьте посмотреть. Обязательный разбор контрольной работы за седьмой модуль. Всем счастливо. Всем удачки. Держитесь. Пока.